Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала! Вы, как всегда, на канале Семья Лачева-Дан. Мы, конечно, в полном составе! Ребятки, мы сегодня готовимся к Новому году, переезжаем, украшаем новую квартиру, делаем фотосессию и подводим итоги. Этот выпуск уже тогда, когда вы наполнили бокалы, возможно, смотрите, так что он обязательно заслуживает лайкосика, комментариев, да? И погнали в последний выпуск этого года, подводим итоги. С Новым Годом! Мы продлили квартиру, и навстречу хозяин подарил вот такие вот наборы детям. Прикиньте, какая забота. А еще поставил нам новый диван. Сейчас чуть позже расскажу, почему он новый и почему он здесь. Теперь будет здесь стать вот такой диван. Да, парни? Да. Как вы думаете, чем можно заниматься 27 декабря вечером? Конечно, конечно, собирать вещи для того, чтобы переехать в новую квартиру. Мне кажется, это можем только мы. Я помню, как мы 31 декабря 2021 года покупали машину, и в 8 вечера 31 декабря мы выгнали салона и поехали есть Оливье. Это, кстати, был тоже какой-то прикол. Сейчас история повторяется, накануне Нового года мы переезжаем. Нужно все, 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 вот это, вот это, вот это, да и не только это. Все собрать в наши портфели чемодан мы до сих пор не купили. Это, кстати, наш, по-моему, первый переезд, когда мы ничего не докупали. Просто, видимо, было мало времени, поэтому вещай как было, так и осталось. Это очень хорошо. Завтра утром останется только он все мыльнорыльное собрать. И, по-моему, все. В общем, ладно, ложимся спать до утра. Да, надо вставать. Не хочется, конечно, но надо. Мы уже позавтракали. Допиваем кофеек, прибираемся и в путь. Ну, мы, собственно, готовы. Отпустили Мирошку и Родика с Настенкой на море. А мы с Темкой стоим, ждем хозяина. Он написал нам смс-ку вчера, что я приду в 10 утра, вам помогу. Я говорю, ну, хорошо, грузчики нужны. Ну, добро пожаловать, наши дорогие зрители, в новую квартиру. Давайте быстрый рум-тур. И я надеюсь, вы поняли, судя по тому, насколько мы быстро переехали, мы просто спустились на два этажа ниже. И теперь будем жить на третьем этаже. Как так случилось, на самом деле, сейчас я вам быстро рассказываю. Дело в том, что мы хотели продлить ту квартиру, но нас кто-то опередил и на Airbnb ее забронировали быстрее. И он вам говорит, что до 1 января она занята. Мы немножко расстроились. Не хотелось менять комплекс, потому что комплекс классный. Хочется именно здесь встретить Новый год. Но он потом нам сказал, что у меня есть вторая квартира. Она совершенно новая и вообще не сдавалась. Вот, типа, мы сейчас там последние штыки делаем. И вы можете туда заехать до 1 января. Ну, то есть, понимаете, 1 января у нас будет снова переезд. Я не могу. Короче, ребятки, вот в этой квартире мы поживем несколько дней, потом вернемся обратно. Но в этой квартире мы и будем встречать Новый год. Мы ее будем вместе с вами в этом выпуске украшать, подводить итоги. Так что не переключаемся. А пока рум-тур. Квартира небольшая, она меньше, чем та. Но ничего страшного. Значит, смотрите, это входная дверь, это холодильник. Холодильник совершенно новый, как и вообще все в этой квартире. Вот везде есть даже пленочка. Здесь сразу же нас встречает кухня, досточки, посуда. Все новое. Вот кайф заезжать в такие квартиры. Даже несмотря на то, что она маленькая, это то, что все новое. Абсолютно. Правда, я пока не придумал, как мы будем кушать. Потому что здесь только, видите, как два стульчика. Стульчика. Ну ладно, не суть. Короче, от нашей вещи. Здесь вот Темка сидит. Вот, собственно, разговор про диван. Помните, я вам говорил теперь, диван у нас другой в той квартире. Потому что этот диван с той квартиры мы перенесли с этим хозяином сюда. Вот. Потому что он раскладывается, а тут нет. Здесь будут спать пацаны, мы будем спать в комнате. Так, здесь, значит, ванная комната. Здесь все то же самое, что и в той квартире. Ничего не изменилось, не поменялось. Рум-тур той квартиры посмотрите в предыдущем выпуске. Диван, телевизор. Вот она, комната, рабочее место, шкаф, кровать. Ну все, в принципе, то же самое. Здесь еще, видите, вот новые, как бы, комплекты для детей перенесли, что тоже very good. Посмотрите, ребята, что здесь есть. Здесь телевизор управляется просто. Я ничего нажимать не надо. Здесь есть стрелка, ты вот так пультом немножко вертишь. И там вот так вот управляется. Можно так листать. И вообще, мне кажется, это очень... Вот это, кстати, называется кайф переезда, потому что мы переезжаем и всегда что-то новое для себя узнаем в плане даже элементарной техники. Вот, например, в той квартире был холодильник, который автоматически генерировал лед. Вот здесь вот холодильник уже не такой, а там было прикольное. Вот в этот отдел ставишь воду, он как-то забирает через специальные там фильтра, и в морозилку уже пролетает тебе лед. Вот видите, кстати, все вот даже на скотче еще все держится. Ничего они не снимали. Класс. Так, ну и у нас теперь балкон. Выходит все на эту же сторону, только на корпус отельный. Также у нас вот, пожалуйста, новая, совершенно новая стиральная машина. Ну, вообще не юзанная, понимаете? Вот в пленке, я даже думаю, пленку снимать не будем. Сушилка тоже совершенно новая. Господи, как же приятно заезжать в новое. Вот он, отельный корпус. Только видите, теперь у нас вид из окна, к сожалению, уже в никуда. Ну вот, в подъездную группу отеля. Но видно нашу машину. Вот она. Как вам квартира, ребятки? Пишите там в комментариях. Ну, а я пошел на море забрать своих. И будем все здесь украшать. Где-то здесь поставим елку. Ну, сейчас все будем с вами наблюдать. Даже чайничек, понимаете? Вот это все новенькое. Приходится это все разматывать. До чего же приятно заезжать в новое, да? И распаковывать новое. Мне кажется, поймет меня только тот, кто действительно это делал, да? Класс. Эти звуки. Приехали мы за новогодними украшениями. Попробуем купить елочку, игрушечки, гирляндочку. Ну, и все, чтобы в этой небольшой конуре создать новогоднее настроение. Вообще, вместо елки лучше купить стол. И еще два стула. Хотя бы. Я бы много чего купила, если бы можно было с тобой забрать. А так как надо все оставлять, я не буду тут сильно разматывать. Ой, еее. Я вот вообще вот нашел елку, смотрите. Она уже и в снегу, и даже с гирляндой. То есть вообще можно не париться. Вот так поставил. Классно. Конечно, Сенке понравилась вот эта елка. Стоит 10 тысяч бат. Мне она не понравилась. Куда мне ее? Не понравилась? Чтобы ее поставить и зайти не где-то. Нет, она тебе понравилась или просто некуда ее взять? Она займет пол нашей конуры. Все. Елку мы купили. Сейчас дадут нам телегу. Ага. Ну, в принципе, тоже неплохо. Ага. Тэнкью. Тэнкью. Во, теперь буду двигаться вот так вот с елкой. Кстати, 480 бат стоит. Ну, прикольно. Она хотя бы наряжена. По чуть-чуть. Чтоб игрушки не покупать. Еще можно взять такие шапочки. Дорогая, так-так-так-так-так-так. Да, парни? Вот такая корзинка получилась у нас. Для поднятия новогоднего настроения. В нашей небольшой берлоге в зале вот такие, видите, красивые деревянные игрушки на елочку. И праздник у ребят. Какой красивый пакетик нам все упаковали. Двигаемся дальше. Мы идем на стенки выбирать платье. Пинетка или пайетка. Как вы поняли, с платьем у нас ничего не получилось, зато купили пару бокалов. Ну, конечно, нам нужно взять какие-то продукты. Мы единственное, что хотим приготовить, это оливье. Больше ничего не хотим. Я не знаю, просто какой майонез хороший. Оливье. Хороший у нас в России. Ну, и какой же Новый год без затылочки шампанского? Сейчас выберем. Выбрали мы вот такое вот шампанское, игристое вино, точнее брют. Вроде как немецкое. Но попробуем, посмотрим. Мы, конечно, пузырьки вообще не любим, но Новый год это дело такое. Не знаем, что покупать на Новый год. Икры нету. Получается, с всей тележки у нас только на Новый год шампанское, оливки и бокалы. Так, машину решили тоже перед Новым годом покормить. Зальем сейчас ей полный бак 95-го по цене 50 бат за литр. Охренеть. Ну что же, мы наконец-то дома. Осталось определиться, куда же нам поставить эту елочку. И сюда. Хопа, ну куда-то сюда. Наверное, да. Так, еще, кстати, на заправке мы купили вот такие вот подушки под самок. Все равно просили, мы по акции попали. А у Темки Капитан Америк. Короче, он ушел в туалет уже. Смысл в том, что стоит всего лишь по 150 бат. Смысл в том, что он записывает. Вот, он нажал кнопку и показывает. Мы хотели купить. В итоге хорошо, что не купили. Оказывается, здесь есть новогодние карелочки всякие разные. Ну, супер. И елочка, и щелки. Вау! Не, а не, а не, а не. Здесь деревянные, вот такие вот красивые игрушки. Давайте мы их сейчас прям и повесим в эту елочку. Мы ломко, да! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Принеси мне миллион баксов, а я уж что-нибудь сам куплю Далее Нужно положить наши письма Ложи, все, вставляй Все, закрывай У нас финальный поход в торговый центр Нужно купить бороду Нам весь этот реквизит нужен на фотосессию Сами себе организовываем Здесь, кстати, классная такая палатка Куча-куча всего Блин, я не могу такой же найти больше Ну не знаю Да Все? Да Спустя полчаса мук я нашел себе шапку с бородой И буду как настоящий Дед Мороз Мы, по-моему, нашли на стенке наряд Купим краснокупальник И вот такую вот юбку Блестящую Ну а как будет все выглядеть, чуть позже увидите Не переключаемся Мы хотим купить еще нам всем красные шорты Но красные шорты оказалось с такой проблемой Их нету нигде Что делать, теперь не знаем У нас все под угрозой Пока папа пошел еще смотреть что-то для покупок Артемка гоняет на автоматах Я уже устал говорить, что нам остался последний момент Последний штрих Миллион последних моментов Мы вот сейчас детей оставляем И поедем на рынок Между прочим, на новый Мы там ни разу не были Мы доехали Рынок сразу видно Большой машин возле него Много Люди вот идут, покупают Затарят с пакетами Здесь сразу есть арбузик По 25 бат за килограмм Но вечером Я вижу, что есть ценник за 20 Они его потом перерисовывают Бананчики вон есть по 20 По паечку, пожалуйста, по 40 Красота Всякие трубочки Нам здесь ничего не надо Вон ванну можно себе в номер взять Поставить в квартире Парковки как таковой нету Это, конечно, не вау Ну ладно Добро пожаловать на какой-то рынок Номер, не знаю, какой Но мне кажется, это самый толковый в кохе-ни Сто процент Вон арбуз А мы арбуз потом там по 25 возьмем Смирожка Вон тут огромное количество сосисок Дурьян здесь стоит 250 бат за килограмм Вот папайи хорошие, смотри Да, кстати, тоже по 25 Манго 50 Да, прикольный Вот 30 бат эти мангаринки Вот Воу, Тванки Это вообще классно Это же пищеварши Китайские Да 70 бат веник дорогой, кстати Оно свежее Даже весик прикололи Да, да, да А виноград это по поводу вот смотрите какая еда супер а мы сюда ни разу не ходили хотя он ты в нас возле дома виноградики вам по 100 курму продают эти уже по 60 но а мы взяли сыночек вон здесь можно утка на утка короче это еда лобстеры да здесь все подряд получу мироша показывать испугался будет срочно ой так ладно двигаемся дальше прийти кузис наикрутейший выбор морепродуктов они свеженькие никаких посторонных забам не его он кальмар чеки какая красота вкуснотища да здесь он устрицы мидии всякие продаются классно вот этот рынок видишь куда он было ехать помимо почти свежей рыбы можно купить свежих вот этих вот ужасно да мироша и можно еще купить черепах это же сварить суп ну естественно здесь огромный выбор вообще свежего просто мясо но это мало было вообще прекрасный рынок век живи век изучай рынке и это только первая партия начинаем разбирать дуриан сейчас подожди она короче ваша взвесит надеюсь нас поняли и нам дадут прям маленький кусочек увидеть как они аккуратно чикс окей вот простучала чтобы у меня и вот этой вот палочкой приоткрыла говорит сейчас будет прям окей так насенка говорит вот прям очень хороший да ну давай мне тоже кусочек дай кайф это самый вкусный да это самый вкусный который мы ели в китринкой маленькой у тебя офигеть никакого лука как там пишут не чеснока это просто потрясающе это потрясающе и не передать словами вот говорю когда вы покупаете максимально свежий он максимально сливочный тает во рту и вот все вот эти запахи которые пишут люди типа запах вкус чеснока еще что-то его нету в свежем нету когда вы покупаете в палатках уже который давно лежит да там есть эти запахи и невкусно и такой а когда свеженький прям сливочный это крутая сладость берем 5 килограмм маракуйя потому что дети вообще ее обожают держите и конечно же эту папайю два с чем-то килограмма мы сейчас посмотрим на реакцию парней на такое количество маракуйи они очень сильно любят вроде вроде здесь здесь 5 килограмм но правило кости сразу ставьте потому что наступил тот самый день когда мы берем вот так вот елочку и отправляемся на замечательную фотосессию прямо на берег моря конечно мы не забываем весь реквизит который нам понадобится и буквально уже ребятки через 5-10 минут мы будем подводить итоги этого года не переключаемся продолжаем смотреть вот такой вот у нас есть мешок для дед мороза мы взяли доску правда такое вообще с витрины у них была красная доска но смысл в том то что это чужие доски они не прокатные и нами и не дали а те которые можно брать они вот эти вот здоровенные учебные тут мы прервались потому что им забраковали мы эту идею очень много людей здесь просто даже встанем у нас не будет никакого красивого фона для фоток серф стрёмный ту красную доску нельзя на большая вообще не вариант она в кадр даже не поместится поедем сейчас на другой пляж попробуем что-то организовать там приехали мы в абсолютно это новое место весь реквизит дальше все вот мы видите как полном составе здесь такой красивый комплекс вилл проезд стоил 20 бат здесь куча гольф-клубов не знаю сейчас посмотрим вот видите везде всякие загороженные штуки вот но надеюсь у нас есть все получится найдем хоть классное местечко и сделаем фотосессию как мы запланировали и подведем итоги этого года ребятки вот это я понимаю посмотрите сосновая роща мы идем прямо по этим колючком гляньте как здесь красиво и самое главное что пустой пляж вот так вот славяна нужно слушать всегда славян плохого не посоветует между прочим то что доктор прописал настеночка почти подготовленная смотрите мы взяли вот этот штуковину за 80 бат весь пляж к нашим услугам почти никого нет и сюда люди кстати приходят записываться все вставайте садитесь молодец мирося Мы сейчас будем кушать арбузик, да? Да! Да, ура! Мирошка, не лазь, ты разобьешь все. Сейчас папа тебе порежет, да? Вот такие у нас красивые новогодние тарелочки. Мирошка уже не дождется арбузик, да, Мирошка? Немножко вам закадровой картинки, как снимается видео. Такое, знаете, перерыв на рекламу немножко покажу. Вот так вот постоянно ходят люди, и нужно это делать в перерывах, да? И еще, конечно, вот у нас здесь очень много людей. Все настаращатся. Китайцы и тайцы сидят и думают, какого хрена мы это делаем. Мы пока там фотографируемся. Они подходят, делают фото, что мы делаем фото. Прикиньте, вот такая тавтология. Но ничего, ладно, кушаем арбуз и продолжаем. Ну что, наши уважаемые зрители и подписчики канала, начинаем традиционную ежегодную рубрику подводить итоги этого года. Сейчас расскажем, где мы были, что мы изучили, где мы пожили, сколько чего мы посмотрели, и как непросто это все было. Хотя смотрится на экране, мне кажется, ой, как весело, бабочки, бабочки, цветочки. В общем, ребятки, погнали. Да, сейчас новогодний колпак пока, нет? Колпак одет. Перед тем, как мы начнем еще, обязательно нужно подписаться на наш телеграм-канал, потому что фотографии сегодняшней фотосессии будут именно там. Ссылка в описании, QR-код на экране, видите ли. Теперь точно погнали. Надевай, а то уйду. На сухую, блин, не подводит кто-нибудь, да. Давай. Вообще мы его откроем в конце выпуска, не переключайтесь. Давай. За наш канал, за нас, за вас. Так как основная площадка нашего блога это YouTube, поэтому давайте мы начнем с нее. За этот год на нас подписалось 14 тысяч новых зрителей. Мне кажется, это очень круто, потому что мы не ловили никакие хайпов с каких-то определенных мест. Поэтому стабильно растем. За этот год просмотров мы получили почти 8 миллионов, что в среднем по видео каждый выпуск у нас набирал больше 50 тысяч просмотров. Вот это уже на самом деле мощно. Все остальные площадки у нас также растут. Мы всегда мечтали о каком-то видео, которое наберет миллион. В итоге в инсте наше видео набрало почти 12 миллионов просмотров. Это тоже очень сильно. В общем, все соцсети у нас растут. Я думаю, что в 2024 году у нас будет мощный прорыв и рывок. С вашей, конечно, поддержкой. Теперь давайте вместе с вами, дружненько вспомним, что же было интересного в этом году у нас. Но перед этим выпьем. Но перед этим выпьем. Начнем с того, что с прошлого Нового года, который мы встречали в Турции. Это был наш второй теплый Новый год в Турции. Не такой теплый, как в этом. Мы жили в Австаларе, в Алании. Очень классно проверили время. В общем, январь мы жили в Турции. Ждали свой результат по ВНЖ. Мы уже хотели оставаться, но сложилось так, что нам отказали, как многим и другим. Это было бы счастье, да несчастье помогло. И это сподвигло нас организоваться и поехать в Азию. Первый раз в Азию. И спасибо хочется очень сказать за поддержку наших зрителей, вас, дорогие друзья. Те, кто поддерживает наш канал постоянно, донатом. Те, кто помогли нам отправиться на Шри-Ланку впервые в Азию. Это было классно. Совокупно в этом году в Турции мы пробыли 4,5 месяца. Мы уехали на Шри-Ланку из Турции. Февраль, март и половина апреля мы провели на прекрасном острове Шри-Ланка. Впервые побывали в Азию. Мы впервые научились серфить. Мы увидели настоящих живых слонов. Мы увидели огромных черепах и кормили их. На Шри-Ланке мы не просто зимовали. Мы обкатали весь юг и, получается, запад берега от Тангали до Коломбо. А потом отправились путешествовать по самому центру острова на арендованной машине. Далее из Шри-Ланки мы вернулись снова в Турцию, в Стамбул. Погуляли, побывали в Стамбуле второй раз. Уже более длительно мы там уже находились, чем первый раз. И забрали свою машину наконец-то. Но перед этим мы жили 3,5 месяца в прекрасном городе Кемер, который очень всем сердцем полюбили. Здесь нужно вставку сделать. Сейчас, может быть, кто-то впервые попал на наш канал и говорит, что в смысле машину забрали. Из-за того, что мы получили отказ, мы были вынуждены машину нашу оставить на таможне и улететь на Шри-Ланку. В Турцию. Да, так как 3 месяца прошло, нам нужно было ее либо забрать, либо продлить. Поэтому мы из Шри-Ланки пролетели, продлили машину и снова ждали в Инжи. И вот 3,5 месяца мы жили в Кемере, познакомились с огромным количеством людей. Вообще Турция в этом году подарила очень много нам классных людей. В жизни, да, друзей. Но настал тот момент, когда у машины уже сроки поджимались, и нам нужно было ее в любом случае вывозить из страны. Не дождавшись результата, мы забрали машину, и ровно 7 дней у нас было, чтобы ее вывезти. И мы поехали. Ехав по Турции, мы еще и попутешествовали немножечко. Ночевали в кемпингах и в каких-то диких местах. В общем, была жизнь в Аллаф полноценная. А уже после Турции мы заехали в прекрасную страну с чудесной природой, с вкуснейшим вином и едой. Это Грузия, друзья, Грузия. Там у нас был жесткий трип 14 дней полного в Аллаф, не просто стоянки где-то в одном месте. Мы проколесили огромное количество, просто они даже в голове не укладываются. Это картинки, которые мы увидели, гляньте обязательно. Один только столб хацкий, что стоит, это отвал башки. Там мы открыли для себя очень много красивых мест в Грузии. Ночевали с видом на эти прекрасные места природные. А уже из Грузии мы отправились в чудесную, гостеприимную, душевную армию. И очень вкусную. И бездумно вкусную страну, да? Как ее не хватает в Азии. Там мы прожили почти два месяца. Встретились с нашими друзьями. Самбат Ксюша Агнасали, с вами огромный привет. Попутешествовали вместе, пожили там в шикарном кемпинге. Мы также были на седловине самой высокой горы Армении Арагац. И отправились вместе с ними в Грузию. Совсем малюсенький трип по Грузии. Увидели наконец-то Казбек, самую высокую гору Грузии. И поехали в Россию. Заехав в Россию, мы тоже не стали терять время, так как впереди зима. Нужно было срочно определяться с зимовкой. Мы быстро попропутешествовали весь Северный Кавказ. Проснулись с видом на Эльбрус. Ван Лав был классный. Покатались там на всяком Дамбай. На Канадках, да? Мы очень много всего посмотрели. И отправились в Москву к родственникам. Там со всеми увиделись и... И решили лететь в Таиланд. Собственно, где мы сейчас и находимся. Но перед этим... Для себя новую страну, которая называется... Амман. Не очевидно, но факт. Мы там взяли тачку. Прокатились по столице Маскат, по ее окрестностям. Вы пускай гляньте. Шикарнейшая, неочевидная арабская страна. И это было круто. И вот мы в Таиланде встречаем вместе с вами Новый год. Дарим это тепло через экран. Надеюсь, все передается. И хочется сказать и пожелать вам крутого Нового года. Нам пожелать успехов и удачи. Больше путешествий. Чтобы для этого было самое главное здоровье и заработок. В общем, ребятки, вино хотел сказать. Вино наше игристое. Вино, кстати, да. Открытое. Только давайте сейчас на пляж перенесемся. Откроем его все-таки. И завершим этот прекрасный выпуск. И зафиналим этот год. Летс го. Вот такой вот, ребятки, год у нас получился. Как вам? Пишите в комментариях. Скорее всего, вы смотрите этот выпуск. И у вас уже даже Новый год на самом деле. Ну, а мы в свою очередь... Поздравляем вас с наступающим 2024 годом. Желаем вам много-много путешествий. Мира, добра, любви, денег. Самое главное, это здоровье и мира в ваших душах, в ваших семьях. Пусть этот год принесет вам только хорошие впечатления, только хорошие воспоминания. Чтоб все ваши мечты сбывались. Мы вас очень любим. Мы вам очень благодарны, что вы вместе с нами. Ура! Сама вылетела! С Новым годом, ребятки! С Новым годом! Увидимся в следующем году! У-у-у! С Новым годом! Продолжение следует...